Пишет мне человек, здравствуйте, Вячеслав, вы говорите, я буду 5 лет тираном, но любая тирания держится на поддержке армии, полиции, народа, на каких основах будет держаться ваша тирания? Я не говорю, что тиран и диктатор – это совершенно разные вещи. Диктатура предполагает просто единовласть. Тиран – это предполагает самодурство. Никакого самодурства – это первое. Во-вторых, никакая власть не держится на армии, полиции, народа. Это элемент, который… Любая власть держится на силе. Сила может быть абсолютно разной. Вот в информационном мире будет такая сила, которая будет сильнее армии, полиции и народа, поверьте, да? Поэтому мы будем говорить, что да, вы правы, конечно, необходимы там армии, полиции, народ, чтобы власть легитимизировать. Потому что легитимность – это тире сила. Чтобы вам другое не говорили там по поводу законности, куда-то не будут бороться, сразу просто смейтесь в лицо этому человеку. Потому что законность власти предает законность, да? То есть, потрясающая ситуация. Вот мы взяли власть с вами, ну там мы какие-нибудь гремальди с ножами напали на государство, да, и сделали государство Монако. И мы так в законной принце с вами сидим. Ну, мы же издали закон, что мы законные. Все, мы законные. Поэтому это потрясающая ситуация, этот круг. Да, легитимность – это сила. А сила, вернее, сила дает легитимность, а легитимность уже, так сказать, дает право издавать письменные любые другие нормативные акты, да, ну, будем считать письменные, которые власть легитимизирует. Вот потрясающий круг такой. Так это работает, и никак иначе. Если вам кто-то говорит, что власть, она должна там по порядку, по закону переходить, откуда? Откуда она должна по порядку, по закону переходить? От прежней законной власти? От прежней законной власти? Ну, тогда все бы мы в раю жили, если бы так было. Так никогда не было и так никогда не будет. Власть практически всегда беззаконна. Это особенность. Что по поводу диктатуры? Так вот, на чем будет держаться насилие, если у нас будет сила, да, а сила в народе прежде всего, в массовости. Тех, кто поддерживает, не просто, да, там, вата, который поддерживает, но не готова пойти ни на что, а сила в людях решительных. Тех, которые способны за свою идею положить голову, да, и точно так же чью-то голову снять. Очень легко, да, если таких людей, ну, нормальное количество, да, там, ну, говоря, один процент населения, даже многовато, то мы с вами власть легко удержим, и все будет у нас в порядке, особенно, если мы будем говорить людям понятные вещи. А мы говорим понятные вещи. Меня сейчас спрашивают, почему ты думаешь, что когда твой мальчик придет к власти, он не будет так же воровать и грести под себя, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, во-первых, я так никогда не поступлю, начнем с этого, да, ну, во-первых, мне это неинтересно, даже это не во-верх, это просто мне неинтересно. То есть я так не поступлю, мне это неинтересно, мне неинтересно портить свой некролог, мне 59 лет будет в этом году, я долго все равно не проживу, много все равно не украду. Да даже если украду, что я на тот свет их понесу, да. Так что вот нет ни одной причины, я прошу назвать хотя бы одну причину, по которой я должен так поступить. В какой причине я должен воровать, если я ни разу в жизни не воровал, да. Я никогда и не стремился к этому, зачем мне это нужно, да. Я даже в детстве, вот я помню, тесты, да, букетейлы, там, в детстве выкрали. И обязательно надо ответить да. А если ты говоришь нет, этот вопрос ловушка, значит ты лжешь. Я не помню никогда, чтобы я в детстве украл. Я помню, я совсем маленьким мальчиком был, один мальчик обвинил меня, что я у него машинку украл, и я ему дал в рыло. Я до этого никогда не бил людей в лицо, а здесь я сразу дал в лицо, причем очень сильно. И так, на звук, на чуть-чуть убрать, да, параметры звука. Поэтому мне, как бы, мне никогда это не было интересно. И когда я, в общем-то, находился в действующей власти, мне не было интересно, да. И эта власть, которая сейчас находится, она не может меня ни в чем обвинить, не может, да. Я никогда не знал, зачем человеку больше денег, чем он может потратить. Да, я и раньше все свои деньги практически тратил на политические дела, на политическую деятельность. Сейчас, если она, политическая деятельность, при взятии власти будет бесплатной, это самая лучшая инвестиция. Во-первых, красть это не оригинально, да. Ну, все воруют, надо же выделиться, да. Во-вторых, ну, не красть, это просто прилично. Нравится быть приличным человеком, да. Ну, в-третьих, это развязывает руки, да, для других неблаговидных дел. Ну, знаете, говорить откровенно. Ну, вот он там, блядь, такой, ну, жестокий, да. Вот он там всех строит, он там то делал. Но он же у нас ничего не украл. У него как у Сталина одни валенки, блядь, и тулуп. Ну, так ведь будет, правильно? Ну, мне это и нужно. Ну, и, конечно, когда ты не воруешь, это защищает от ответственности, от всего остального. Вот смотрите, путинцы, сколько лет меня не трогали. Почему? Потому что я ничего не украл. Если бы я украл, они меня давно посадили. Они не могли ничего сделать. И это очень важно. В России, если ты не воруешь, ты лошара. Да, Рафаэль, но есть же отрицание, отрицание, закон. И, представляешь, вот в России не воруешь, ты лошара. Но если ты вообще не воруешь, находясь на самом верху власти, то ты просто круче всех. И в этом как раз суть, да? То есть, так ты лох, да? Я недаром себя лохом провинциальным назвал в свое время. Ликван Ю, диктатор, да, воровал. Нет, на выходе Сингапура. Абсолютно согласен. Это очень важно. Путин ворует, смотри, что вокруг творится. Воруют все. Это как вот я работал в Олегре. Я не пьющий человек, и никто не пил, да? Вообще никто. И мне, когда говорят, ну вот, как-то неинтересно, да? Потому что, ну, там в других каких-то организациях работали, бухали, а здесь не бухаем, да? Но зато какие-то другие интересы. Там играли во что-то, да, там, пуляли и так далее. Продолжение следует...